Всем привет, это программа Гран-при о новостях из мира Формулы-1 и около нее. Спустя большой перерыв, перед началом нового сезона мы вновь возвращаемся в эфир, чтобы радовать вас новостями из мира королевского спорта. Долго не тянем и начинаем. Новый сезон стартует уже в это воскресенье, и благодаря этому новостей спадок остановится все больше и больше. Так, например, еще до старта гонок многие гонщики жалуются, что из-за новой системы хала они не могут видеть нормально светофоры на старте. По словам Чарли Уайтинга, самое неудачное место на старте в этом сезоне из-за этой системы – это полпозиция. Ибо Льюису Хэмилтону и другим ребятам, которые будут стартовать с этой позиции, придется уж слишком много крутить головой, дабы увидеть сначала красный свет, а потом и зеленый свет светофора. Все мы прекрасно помним то, что ребята из Либерти Медиа уж очень сильно хотели поднять зрелищность гонок на 2018 год. Но чтобы таким способом, когда лидер квалификации тупо не видит сигнала светофоров, это уже совсем не то. Себастьян Феттель уже успел заполучить внимание прессы и болельщиков своими действиями в паддеке Австралии. В интервью он заявляет то, что пора Хэмилтона подвинуть с первого места и заставить вновь болельщиков слушать немецкий гимн в связке с итальянским. После он дает имя своей новой машине. На ужине со своими механиками Сэп раздавил бутылку вина и с гордостью заявил то, что его новую машину будут звать Глория. Изначально все думали то, что машину будут звать Глория, что в переводе с латинского означает слава. Но Себастьян, недолго думая, сказал, ребята, вы немножечко тут в уши долбитесь и машину просто зовут Глория. Главное нововведение в этом сезоне для трассы Альверт Парк. Помимо двух существующих зон ДРС добавляется еще одна между 12 и 13 поворотом. Таким решением ребята из Либерти Медиа вновь пробуют поднять число обгонов во время гонки. Но как это будет реализовываться? Достаточно сложный вопрос. Ведь из-за божьего нимба над головой гонщики не видят даже светофоры. И я не говорю уже о внезапно появляющихся болидах. Даниэль Рикьярдо придумывает новое празднование для своей победы. Напомним, что весь прошлый сезон при победе в гонке он пил шампанское из своего ботинка. Теперь, говорит, надо что-то новенькое, а то просто так пить уже надоело. Многие зрители могут, конечно, предложить Даниэлю присесть на это самое шампанское. Но будем надеяться, что уже в первой гонке сезона мы увидим действительно оригинальное празднование от Даниэля Рикьярдо. После зимних каникул Формула-1 помогает восстановить режим. Напомню, в субботу квалификацию смотрим в 8.50 утра, а гонку смотрим в воскресенье в 7.50 утра по московскому времени. Желаю не проспать, ведь впереди целый сезон Формулы-1. Увидимся на следующей неделе. Пока!